Ледовые стамески, электропилы, зубчатые петли и безграничная фантазия. Для создания ледяных шедевров, кажется, нужно совсем немного, но именно это зимнее творчество щепетильно к деталям. А если учесть, что времени на создание скульптур было совсем немного, меньше пяти дней, то итоговый результат, конечно, впечатляет. Впрочем, по-другому и быть не могло. Работали абсолютные профи. Мы хотели сделать действительно сказку. Это «Завтрак на поляне» называется. Что есть такое в моей скульптуре? Ну, во-первых, сказка в чем? У меня и колокольчики, а под колокольчиками стоит стол, на котором ананас, за который тянется белка и пытается его взять. А на стульчике ежик наколол на своей иголке лист. И тянет его со стола. А на листе-то стоит кувшин, и он падает. Погода для создания скульптур была не совсем новогодняя. Начало января выдалось теплым, но все были в одинаковых условиях. А за крепкость фигур отвечал сибирский лед. Впервые на Рязанской земле мы попробовали, каков он тюменский лед. Да, мы лед везли из Тюмени. Получилось. Получилось. И благодаря поддержке рязанцев, доказательством тому является, ну, целая группа, наверное, снежных, необыкновенных фигур. И получилось, конечно, благодаря таланту прославленных рязанских мастеров. Завтрак на поляне, три рубля, колевала, вышел месяц из тумана и а нам все равно. Всей историей плод фантазии скульпторов, никакого строго очерченного технического задания никто перед ними не ставил. Наверное, поэтому их творения получились непохожими друг на друга. Ледовые проекты очень скоростные. То есть, ну, это такая специфика. Если бы, скажем, такую традиционную я делал скульптуру, я бы год ее делал, ну, прямо с такими же задачами. Я перерисовал эскизов штук, наверное, 10. И это такое состояние вечного процесса 24 на 7. Когда ты ложишься с этой идеей, встаешь, может быть, с новой. То есть, постоянно все это перерабатывается. И вот когда уже были дедлайны, я находился вот в этой конкретной концепции. Все пять скульптур теперь в шорт-листе на голосование, включая вот это ледяное изваяние, пожалуй, одного из самых известных людей на почтовой. Весовщика Иосифа Питунина. Лучшую историю выберут сами рязанцы. За каждую из них можно проголосовать в специальной группе ВКонтакте «Новый год в Рязани». Голосование продлится до 13 января.